В 2019 году часть Самары стала историческим поселением. С таким статусом в городе появились новые зоны охраны объектов культурного наследия, а также предметы охраны. Это и ценные градоформирующие объекты, элементы планировочной и объемно-пространственной структуры. Исторический центр, получивший такой статус, защищен от разрушительного строительства. Для возведения построек, реставрации и ремонта создают новые правила. Сейчас таких накопилось больше сотни и возникла ситуация, когда режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам от разных объектов культурного наследия для одной и той же территории различались. Одни понятия наслаивались на другие, затрудняя работу архитекторов и других специалистов. Для дальнейшего развития исторической части города понадобился новый документ – общая зона охраны с понятной прозрачной регуляцией градостроительной деятельности. Несколько лет назад специалисты разработали такой проект. Прежде всего, документ коснулся новой застройки. Осуществлять ее будет проще, но освоение территории не станет мягче. Важно сохранять общую концепцию. Это будет происходить на тех основах и началах, которые позволят, ну, может быть, создать некий какой-то буфер в переходе от современной части города непосредственно к исторической, более мягкой, более естественной. И таким образом составит какое-то единое приятное во всех отношениях городскую среду. В конце 2022-го проект «Объединенные зоны охраны» получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Следующая инстанция – общественное обсуждение. Для начала документ презентовали профессиональному сообществу – архитекторам и градостроителям. Как отметил исполняющий обязанности руководителя Управления государственной охраны объектов культурного наследия региона Иван Стофеев, проект поможет развивать в том числе пустующие территории исторического поселения. Необходимо эти участки развивать. Необходимо в том числе их отдавать под новое строительство. Но это новое строительство должно быть самоштабным историческим объектом. Оно не должно давлеть над ними. И оно должно поддерживать сложившуюся историческую застройку, если мы хотим сохранить любимый нами центр. Разработчики проекта надеются, что после его принятия застройщикам станут понятны все правила освоения территорий исторического центра. Конечно, объединенная зона охраны накладывает достаточно большие ограничения. Но здесь единственный расчет может быть, что действительно, когда уже будет четко понятно, что требуется, то есть ты для себя принимаешь решение, или ты работаешь в этих условиях, или не работаешь. Общественные обсуждения продлятся до 27 января. Сейчас ознакомиться с проектом объединенной зоны охраны можно на сайте Управления государственной охраны объектов культурного наследия. Жители города смогут вносить свои предложения по улучшению проекта. Их рассмотрят и учтут при дальнейшей работе. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова